Приветствую вас, прочитал ваш вопрос и думаю, что для начала нужно определиться с тем, какую позицию вы, вот именно вы, занимаете в этих отношениях, какую позицию вы занимаете в отношениях к своему начальнику, то есть пассивный вы партнер или активный партнер. Было бы неплохо, если бы вы также определились с тем, кто является инициатором интимных отношений ваших с начальниками. Это первое. Второе. Вы задаете вопрос о том, как вести себя с ним. Соответственно, если вы являетесь инициатором секса, то можно пройти к человеку, поздороваться и преувеличенно, может быть, вежливо с ним поговорить, даст ему понять, что вы не хотите, например, продолжения. Ну, то есть здесь, опять же, многое зависит именно от того, именно от того, хотите ли вы дальше, чтобы у вас с ним что-то было или нет. То есть, если не хотите, то вот преувеличенно, если вы общаетесь, чтобы понять, что вы соблюдаете дистанцию. Соответственно, если вы хотите продолжения, то общаться нужно более так вот, более, знаете, близко. Так, в этом нет ничего страшного и ненормального. А если вы являетесь не инициатором, а если вы являетесь как бы приемником, то в этом случае вам имеет смысл даже не общаться, а просто поздороваться с начальником и заниматься своими делами. Ну, просто потому, что в данном случае секс, с учетом того, что у вас брак на грани развода, у него, получается, тоже не все в порядке, да, секс это был просто вот, как бы разряд. И очень может быть, что он ничего не значит вообще, ну вот, для вас. И то, что вы переживаете, вот так, сильно, то, что вы переживаете, это именно ваша проблема. Это чисто ваша проблема. И важно понять, почему вы, вот, испытывая стыд, например, или неловкость сейчас, то есть не имея представления о том, как вы будете себя вести, например, с начальником, да, согласились с ним на секс. То есть вот вопрос заключается в том, как вы себе это, соотносите вот эти вот два момента. И исходя из этого, уже можно делать вывод. И если мы говорим о неловкости, о стеснении, о, вот как мой коллега сказал, о стыде, то это непринятие себя, непринятие удовольствия сделанного. То есть, по сути, непозволение себе чувствовать, непозволение себе получать удовольствие, непозволение себе быть честной с собой, в первую очередь, вам, самой с собой. Не умение быть честной самой с собой. И вопрос заключается в том, почему? То есть, если у вас, например, брак на грани развода, то что является, чем является секс с начальником? Секс с начальником является, по сути, избегание проблем, да, то есть у вас есть проблемы, вы их решаете, ну, видимо, не очень успешно, вы в напряжении, и это напряжение вы занимаетесь через секс с начальником. И начальник это понимает. Совершенно необязательно, что у него есть проблемы в семье. Может быть, проблем в семье как бы кого-то нет, но есть неудовлетворенность. Это тоже может быть. То есть, вам не нужно думать про него, вам нужно думать про себя. И про то, чем является секс для вас именно. И вот, исходя из того, чем он является для вас, и себя вести, как с начальником. То есть, если это просто секс, то ничего больше, ведите так, как будто тебе, как будто ничего не произошло. Если он для вас, кто-то имеет, имеет какое-то значение, или вы чувствуете, что не должны были это делать, обязательно выделите время и скажите начальнику об этом. Скажите им, чтобы он знал, что он видел, что у вас есть отношение к этому. Но хочу вас предупредить о том, что это может быть для вас обернуться последствиями. То есть, начальник с вами перестал, и он вполне может это использовать для того, чтобы либо манипулировать вами, либо получать виноводствие, либо, соответственно, удерживать вас на работе. То есть, вот, не так страшно то, что вы переспали с начальником в период брака на грани развода, там, ну, там, эмоциональное напряжение, постоянные конфликты. То есть, это, может быть, нехорошо, но, по крайней мере, это понятно, с точки зрения, ну, с обычной житейской точки зрения, это понятно. Но опасно то, что вы переспали именно с начальником, не с кем-то, а именно с начальником, и начальник теперь понимает, что вы уже не совсем начальник и подчиненный. То есть, вы смешали личное и рабочее, деловое. И вот здесь кроется много подводных камней. Я рекомендую вам, я рекомендую вам, подумать вот о чем. Во-первых, значит, ваше соотношение того, что вы переспали с начальником и брака на грани развода. То есть, какую цель вы преследовали, вступая в интимную связь с начальником, чего бы хотелось, чтобы вам было нужно, почему вы сейчас не знаете, как идти на работу, на работу и как общаться дальше. То есть, откуда вот это противоречие возникло. Ведь вы же оба согласились на секс, не было же насилия, как я понял, с чьей-либо стороны. Значит, вы согласились, теперь вы не знаете, как общаться дальше. То есть, здесь противоречие. Мотив и последствия. То, что вы получили, получили вы секс с начальником и удовольствие, не совпадает с тем, без тем, что вы видите в качестве последствий. Вот это разрез. Эта разрез нужно восполнить. Далее, соотношение того, что вы сделали, то есть, прислали с начальником, с тем, что у вас брак на грани развода. Дистойный вопрос. Либо вы двигаетесь в сторону развода, дальше, либо вы пытаетесь брак установить. тот же момент. Кто знает, может быть, вы испытываете чувство вины, например, за то, что перестали с начальником, тогда как у вас проблемы с мужем. Или, может быть, вы перед начальником, что менее вероятно, но все равно, может быть, чувствуете вину, что вы вроде как разрушаете его семью, только из-за того, что ваша семья на грани распада. То есть, вот здесь нужны границы ответственности. И конкретно, то, что вы себе не принимаете. Сейчас важно показать начальнику в любом случае, что вы не стесняетесь того, что сделали. Что вы принимаете то, что вы сделали, что вы как бы преднаете то, что вы сделали. И не считаете это чем-то плохим, потому что вы хотели этого оба. И это уже произошло. Нужно. Теперь дальше решать. Как деловые партнеры, вы не изменились. Если вам нужно время это переварить, то, что произошло, просто будьте деловым партнером и все, проблем никаких не будет. Но если вы, например, допустим, чувствуете более глубокий конфликт, например, чувство вины или может быть страх какой-то, или вот какое-то противоречие, которое вы не можете разрешиться, то с этим нужно разбираться. Если вы задите чего-то в дальнейшем с начальником, то ему об этом нужно дать понять. Дать понять. Ну, например, поблагодарить его за проведенную ночь или время, произвести тактильный контакт, то есть коснуться руки и так далее, и обязательно узнуться и пойти работать дальше. Я хочу сказать, что вам нужно сперва, прежде чем определиться, как себя с ним вести и как общаться дальше, определить, что вы сами хотите. Ну, то есть, по сути, то же, что вам сказал мой коллега в ответ на ваш вопрос. потому что вот с точки зрения этики, с точки зрения этики, при условии, что вы не хотите больше связи с начальником, главное, навести себя так, как будто ничего не произошло, вести себя в езде, вести себя просто как деловой партнер и общаться просто по делу. И все. И если начальник сам намекнет на повторение интимной связи, вы сказали, что больше не хотите, что вам было с ним хорошо, обязательно, что вам было с ним хорошо, что вам все понравилось, но вы все-таки хотите сперва там, например, развести со своим мужем, чтобы потом быть свободным, потому что вот так действовать вам не нравится. То есть, чтобы начальник увидел, что вы не хотите, что вы хотите отстраниться не от него как такового, а именно от связи интимных до тех пор, когда вы в раке. Это исключит какие-то обиды с его стороны на вас, потому что мужскую гордость довольно легко задеть, и оставит вам в дальнейшем определенную возможность не остаться одной, например, после брака, если вам будет тяжело. И здесь можно порекомендовать только не придавать значение сексуальной связи слишком большого. То есть, чтобы вы не думали, что, например, интимный связь с начальником означает, что он будет с вами. Вот. Ну и, собственно, отношение к самому начальнику тоже неплохо было бы сформировано. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!